Зубной камень у собак, как почистить зубы. Зубной камень у собак встречается довольно часто. Собаководы-любители, обнаружившие на клыках питомца желтоватый налет, обычно ничего не предпринимают. Более опытные владельцы домашних животных знают, что это серьезная проблема, с которой крайне сложно справиться. Что представляет собой камень на зубах у собак? Начинается процесс с появления налета на эмали передней поверхности зубов или у самых десен. Масса состоит из остатков пищи, перемешанных со слюной, и служит отличной средой для развития бактерий. Со временем эта смесь уплотняется, а через 4-6 месяцев затвердевает до состояния камня. Собака со здоровыми зубами прекрасно себя чувствует. К сведению, изначально цвет мягкого налета светло-желтый, по мере отвердевания он темнеет, становясь темно-коричневым или даже черным. Возможные причины появления Существует несколько причин, по которым появляются камни на зубах у собак. Вот наиболее распространенные из них. Неправильное питание Нарушение водно-солевого обмена Уровень кислотности в слюне Злоупотребление Сахаром Нарушение прикуса и другие проблемы строения зубов Отсутствие гигиенических процедур Профилактические действия сводятся к выявлению того, что вызвало образование камня, и устранению этой причины. Снятие зубного камня в клинических условиях При распространении камня на всей поверхности зубов рекомендуется не заниматься самолечением, а обратиться в ветеринарную клинику. Там, используя специальные приспособления, опытный доктор удалит нежелательные нароста. Обратите внимание, для проведения процедуры собаку могут зафиксировать при помощи простыни или большого полотенца, либо сделают ей наркоз. После этого животному проводят механическую или ультразвуковую чистку. Механически снять камень можно только путем соскабливания. Такой способ значительно дешевле, но и эффект от него непродолжителен. Кроме того, в этом случае часто повреждается зубная эмаль. При ультразвуковой чистке камень снимают ультразвуком. Такое удаление менее травматично. Имеет более длительное действие, но обходится дороже. Не все собаки разрешают осматривать пасть без наркоза. Сколько стоит чистка в клинике? Цена процедуры складывается из стоимости метода, которым удаляется отвердевший налет и использованного наркоза. Некоторые ветклиники устанавливают отдельные расценки на удаление зубного камня у представителей крупных и мелких пород. В целом прайс на рассматриваемый вид услуги выглядит примерно так. Ультразвуковое удаление. От 1500 до 5000 рублей. В зависимости от размера животного и степени распространения болезни. Механическая чистка. От 50 до 100 рублей. Звездочка за один зуб. Важно. Введение анестезии, а также шлифовка и полировка зубов не входят в указанную стоимость. Оплачивать их придется отдельно. Самостоятельная чистка дома. Хозяева, чьи собаки плохо переносят посещение клиники, задаются вопросом, как почистить зубы собаки от камня в домашних условиях. Чтобы самостоятельно убирать каменные отложения, обычно прибегают к специальным средствам или механическим процедурам. В линейку очищающих средств, пригодных для домашнего использования, входят спреи. Их преимущество в том, что они сертифицированы, просты в использовании. Предполагается, что животное после нанесения спрея не будет пить или употреблять пищу в течение 40 минут. По прошествии времени чистой салфеткой необходимо убрать размягченный налет. Гели. Средство препятствует образованию зубного камня, подлечивает десны, щищает налет, освежает дыхание. Жидкости и эликсиры. Ткань, смоченную в лечебном составе, прикладывают к пораженному участку, после чего удаляют налет. Зубная паста. Предназначена для профилактического воздействия. Специальные игрушки и жевательные косички с эффектом чистки. Важно. Все эти средства рассчитаны на небольшие каменные образования. Избавиться от крупных каменных наростов можно лишь стоматологическим скалером или тупым скальпелем. Для проведения такой процедуры нужно быть полностью уверенным в своих силах и терпеливости собаки. Действия должны быть спокойными и аккуратными, чтобы не нанести вред питомцу. К сведению. Существуют и некоторые народные способы борьбы с камнем, вроде протирания лимонной соком или кусочком помидора. Результативность их преувеличена. Такие процедуры можно проводить только для профилактики. Как часто нужно проводить чистку? Зубные отложения приходится удалять по мере их образования, а скорость естественных процессов в организмах собак индивидуально. В числе прочего на это влияют такие факторы. Порода и возраст собаки. Состав рациона. Частота кормления питомца. Даже при регулярных профилактических процедурах собачка должна проходить осмотры у ветеринара не реже один раза в полгода. Механическая чистка. Использовать этот метод необходимо тогда, когда налет на зубах у собаки уже затвердел. В остальных случаях лучше воспользоваться специальными средствами для чистки. Средства для чистки. Воздействие различных составов на зубной камень у собак отличается. Обычно производители указывают на упаковках периодичность применения того или иного средства, которые нужно придерживаться. Профилактика. Систематичные процедуры по уходу за ротовой полостью любимца значительно снижают риск появления камня на зубах. Желательно придерживаться таких правил. Приучить пса к ежедневной чистке. Проводить очищение зубов только специальной пастой для собак. Включить в рацион твердую пищу. Проводить процедуру следует после еды. Обратите внимание. Собакам, которые не позволяют чистить зубы, можно предложить таблетки для разжевывания, заменяющие зубную щетку. Если все предпринятые меры не помогают, то необходимо обратиться в ветеринарную клинику. Опасные последствия зубного камня. Животные, подверженные генгивиту из-за нарастания камня на зубах, имеют гнилостный запах из пасти, у них кровоточат десны и пропадает аппетит. Размножающиеся бактерии ведут к интоксикации организма, которая быстрее всего развивается у мелких пород. Запущенная болезнь может перейти в хроническую форму и стать причиной выпадения зубов. Внимание! Иногда следствием разрушиващегося зубного камня являются сепсис и последующая смерть собаки. Звездочка цены указана на декабрь 2019 год.